Честно сказать, я снял ролик про онлифанс-модель из Беларуси Лоли только из-за того, что телеканал Первый Беларусь назвал ее хозяйкой собственной порно-студии. Работала как дома, так и на выезде и заработала свыше 70 тысяч долларов. Модель со своей передвижной порно-студией выявлена в Переставицком районе. Но ролик на нашем канале вызвал неслабый такой резонанс. Полторы тысячи комментариев меньше, чем за сутки. Многие задаются вопросами, почему на Лоли завели уголовное дело за изготовление и распространение порнографии? Что она выкладывала на онлифанс? Что ей грозит и где она сейчас? Я думаю, эти вопросы имеет смысл задать ей лично. Вчера под нашим роликом я увидел ее коммент и предложил Лоли поговорить. Она согласилась. Позвоним прямо сейчас. Лоли, привет. Привет. Как ты узнала, что на тебя возбуждено уголовное дело о создании и распространении порнографии? Увидела новости, мне подписчики написали, знакомые, много кто поддерживал. Там писали, предлагали сотрудничество. Также были и комментарии всякие негативные, как я могла посметь такое сделать. Ну, мне на таких людей все равно. Я их не воспринимаю всерьез, потому что, ну, пусть эти люди просто возьмут и покажут их браузер, что они там смотрят, а потом кого-то обсуждают. Я просто не платил 25 долларов за подписку. Что у тебя на страничке? Там действительно порнография или... Нет, у меня там порнографии. У меня там фотографии в белье, в купальнике, в море. Я в основном люблю покупать комплекты красивого белья и демонстрировать. Прям, прям голову у меня вообще ничего там нету. Почему именно к тебе они пристали и тебя взяли в разработку? Мне кажется, кто-то следил за мной. Я популярный блогер и кто-то за мной следил и как-то узнал, что я нахожусь в Белоруссии и как-то подцепил. Ну, тот человек, который ведет дело, он по факту мне считается одноклассником. И, понимаете, было очень странно, когда я была в участке, он не удивился. А почему? Вы что, не дружили в школе или неразделенная любовь? Почему у него зуб на тебя? Я была у него на свадьбе, может, ему подарок мой не понравился. А обыск? Про обыск как ты узнала, что у тебя же дома был обыск? Я была вообще в Белоруссии первого, нет, 10 мая. Была в Белоруссии и меня там словили. Кто-то сдал, что я приехала в Белоруссию и меня словили. Привели в участок и побежали потом полицейские в квартиру, в которой я не проживаю с 2020 года. И что тебе тогда предъявили? Они мне угрожали и они сами написали все и заставили подписать. Ага, а что там было написано? А там было написано, что вне территории Белоруссии были распространены фотографии и видео от 5 до 100 долларов. Там с 2020 года, что я начала это вести, но я с 2020 года уже не жила в Белоруссии. И там даже прописано, я им просто сказала, они так и написали, что я вне территории Белоруссии снимала эти ролики. Ага, а то есть, а ты в Белоруссии реально не снимала ни одного? Нет, ни одного ролика в Белоруссии у меня нету. Я не проживала там. Я уехала в 2020 году. Угу, в Дубай. Ну, я много где была. А сейчас ты в Дубае? А, в данный момент да, но я вот в Ирландию улетаю. Что ж, вот такая вот история. Я думаю, тут важно сказать две вещи. Во-первых, это все-таки законы не моего государства, так что не мне их трактовать и комментировать. И это было все-таки мнение одной страны. Так что ждем, что ответят оперативники отдела нравов Белоруссии. Субтитры сделал DimaTorzok